всем привет привет вы на канале и решу меня зовут ирина сегодня мы с вами поговорим о том какие можно привести аргументы к проблемам из группы проблем об отношении человека к миру природы я думаю для многих из вас сейчас это актуально поэтому оставайтесь со мной идею такого видео мне подсказали на трансляции которая была 1 мая кстати следующая трансляция будет 9 мая о точном времени я сообщу за день до трансляции в своей группе вконтакте поэтому если у вас есть вопросы если вы хотите онлайн со мной пообщаться то следите за новостями и подключайтесь к трансляции вообще вопрос касался аргументов для проблем связанных с экологией но я решила еще расширить группу проблем и рассмотреть не только аргументы для проблемы экологии но и взять произведение об отношении к животным к разрушающей силе человека и примерные формулировки проблем могут быть такие конечно они могут сужаться или как-то пересекаться между собой и конкретных формулировок проблем огромное множество сейчас зачитаю вам пять возможных на которые мы будем сейчас опираться при рассмотрении аргументов 1 проблема бездушного потребительского безжалостного отношения человека к миру природы проблема восприимчивости или не восприимчивости человека красоте природы проблема влияния красоты природы на настроение образ мысли человека проблема негативного воздействия научно-технического процесса на взаимоотношения человека и природы это как раз все те проблемы связаны с экологией воздействия человека на экологию формулировать можно по-разному и проблема бездомных животных проблема помощи бездомным животным отношения к бездомным животным. Это такая общая формулировка. И для начала я бы хотела вам назвать те произведения, которые многие из вас, скорее всего, читали в средней школе, в старшей школе, и стихотворения, которые вы можете сразу после просмотра видео пойти прочитать и выучить, и тоже использовать в качестве аргументации. А потом уже перейдем к более объемным произведениям. Моя цель сейчас вам напомнить те произведения, которые можно брать в качестве аргументов, ну и натолкнуть вас на мысли о том, что еще можно успеть прочитать за месяц. Итак, начнем с группы проблем отношения к бездомным животным. Здесь, кстати, будет не только отношение к бездомным животным, но и, в принципе, к животным, домашним, к диким. Я думаю, многие из вас читали «Белый бим, черное ухо» Тройпольского. Конечно же, Муму Тургенева, рассказ «Кусака» Леонида Андреева и рассказ «О чем плачут лошади» Абрамова. Эти названия, думаю, многим из вас знакомы. Также тем, кто еще не читал, хочу порекомендовать прочитать повесть Васильева «Не стрелять в белых лебедей». Теперь назову стихотворения, на которые стоит обратить внимание. Это три стихотворения Есенина. Называю я всего три, но, естественно, можно найти и другие. «Корова», «Лисица» и «Песня собаки». Это, конечно же, стихотворение Маяковского «Хорошее отношение к лошадям». И сразу же перечислю стихотворения о влиянии природы на человека. Тоже обратите на них свое внимание. И, кстати, не бойтесь приводить в качестве аргументов стихотворения. Их сейчас очень быстро можно выучить, и это не какие-то объемные романы. Итак, это Есенин. О, пашни, пашни, пашни. Спит ковыль, равнина дорогая. Русь. Рубцов. Я буду плакать по холмам задремавшей отчизны. Тихая моя родина. Звезда полей. Березы. Тютчев. Это минимальный список, где можно, не копаясь, найти аргументы для вот этой группы проблем. Но, конечно же, вы можете вспомнить стихотворения Фета, стихотворения Пушкина, другие стихотворения перечисленных авторов. И если какие-то интересные произведения я не назову, которые вы используете в качестве аргументов, то пишите обязательно их названия и авторов в комментариях, чтобы другие ребята могли знать, что еще можно приводить в качестве аргументов для проблем, связанных с отношением человека к природе, с взаимодействием человека и природы. И теперь давайте перейдем к произведениям, на которые я рекомендую вам обратить свое внимание. Начнем с аргументов для проблем, связанных с пагубным влиянием человека на природу, то есть проблемы ухудшения экологии. Конечно, в основном перечисленные произведения будут объемными, но, может быть, кто-то из вас их уже читал, и тогда вам нужно будет их просто повторить. Либо, может быть, кто-то их прочитает уже после выпуска из школы, они все интересные. Начнем с произведения Астафьева. У него есть цикл рассказов «Конь с розовой гривой». Кстати, оттуда рассказы вы можете прочитать, они небольшие. Рекомендую вам обратить свое внимание на рассказ «Белогрудка», в котором рассказывается, как куница мстит за уничтожение своего выводка. И, например, на рассказ «Зачем я убил Коростеля». Также, конечно же, нельзя не вспомнить роман «Царь рыба» и произведение «Последний поклон». Дальше назову произведения Чингиза Айтматова «Плаха» и «Белый пароход». И, в принципе, у этого автора большинство произведений связано с взаимоотношением человека и природы, влияние человека на природу. Дальше переходим к Распутину. Вспомните прощание с матерой. Вы это изучали в школе, я надеюсь. Вспомните тот момент, как сама природа сопротивляется затоплению острова и приносит большой урожай как раз в тот год. Тоже как раз-таки об этом можно порассуждать, говоря о влиянии негативным человека на природу. Также обратите внимание на роман «Пожар» Распутина. Далее снова большие произведения, но если кто-то читал, то вспомните о них. Это «Русский лес» Леонова, «Игрянул гром» Ре Брэдбери и «1984 Оруэлла». И еще назову два произведения, в которых описывается, как природа пробудила в человеке чувство к прекрасному. Это рассказ Яковлева «Разбуженный соловьями» и «Нагибин. Зимний дуб». Ну и, конечно же, помните, что в качестве второго аргумента вы можете брать примеры из жизни. Если вам попадается текст о негативном влиянии человека на природу, то вы можете приводить в качестве примера катастрофу на Чернобыльской АЭС. Если попадается текст о жестоком отношении к животным, то вы можете вспоминать пример прошедшей осени о том, как девочки издевались над собаками и снимали это на камеру. Ну и, конечно же, всегда на помощь придут ваши любимые фильмы. Например, можно вспомнить постапокалиптический мир, который показан в «Матрице». Это была моя подборка аргументов к группе проблем, связанной со взаимоотношением человека и природы. Поделитесь в комментариях, готовы ли вы писать сочинения по таким проблемам или вам нужно еще почитать произведение. И совсем скоро будет видео с рекомендациями о том, что можно успеть прочитать за месяц до ЕГЭ. Если ждете это видео, то пишите об этом тоже в комментариях. Если это видео было для вас полезным, то ставьте ему лайк, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, рекомендуйте мой канал и это видео своим друзьям, следите за новостями в моей группе, подключайтесь к новой трансляции и будьте и решу, ведь я все решу. Удачи вам всем, пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!